Несмотря на то, что груши стартуют только завтра, фестивальная поляна уже пестрит разноцветными палатками. Первые гости уже разместились и даже взяли в руки заветные гитары. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, от кого вы приехали. Ну, мы из Нефтекамска. Вот наш дуэт. Александр Топольников, Рив Габасов. 15-й раз на фестивале, да. Каждый год тянет сюда, причем тянет на второй день после приезда домой. Народу много, а гостевой лагерь кипит. Спит в чехле гитара, не буди, просто новой встречи жди. Тянет на Грушинский и тех, кто далек от бардовской песни. Два друга, оба Александра, добирались до мастеряков из Сызрани. За плечами громоздкие рюкзаки, с собой палатки, все необходимые вещи. Парни здесь останутся до закрытия. Это уже, наверное, шестой или седьмой раз, то есть с самого детства, когда ездили с родителями. И уже сейчас взрослые стали. Это уже, наверное, четвертый или пятый год подряд мы ездили сюда. Потому что здесь отличная атмосфера, хорошие люди, очень приятно здесь находиться. Мы фанаты палаточного отдыха. Мне кажется, не так далеко из Сызрани. Люди из России приезжают, а у нас так близко, и почему бы не посетить это мероприятие. К подготовке, как всегда, подошли серьезно, ведь нужно обеспечить комфортные условия для 30 тысяч человек. Таково ожидаемое число гостей фестиваля в 2019 году. По моим данным, еще в прошлую пятницу можно было начинать фестиваль. Потому что площадки заехали, потому что все было готово, потому что уже вся поляна сверкала, было очень красиво. У любителей активного отдыха будет возможность поиграть в футбол, волейбол, дартс, принять участие в различных эстафетах, а еще поплавать на каяках по озеру. Также в спортивной программе матч между сборной мира и командой ветеранов «Крыльев Советов». Найдется занятие и для малышей. Традиционно музыкальная программа фестиваля будет насыщенной. Перед зрителями выступят как новые исполнители, так и звезды бардовской песни. Среди них Олег Митяев и Александр Городницкий. Специальный гость Грушинского Алексей Кортнев. Всего же будут работать 14 эстрад. Кульминации события станет концерт на сцене гитаре. И, конечно, Грушинский – это долгие посиделки у костра. Организаторы мероприятия просят посетителей сохранять бдительность при разведении огня, не разжигать его при сильном ветре и не оставлять без присмотра. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, придерживайтесь рекомендаций, которые вы видите на экране. Мария Акимова, Андрей Костомаха, Новости губернии.